Всех приветствую! Продолжаем знакомиться со скандинавскими сагами Нибилунги. Нибилунги в германо-скандинавской мифологии и эпосе владельцы золотого клада сокровищей магического кольца Сива, карлика Цверга Андвари, который ранее украл золото у рейнских дев. Первоначальные обладатели клада Андвари, колдун Хрейдмор, великаны Фасольд и Фафнир, обернувшиеся драконом, чтобы истеречь сокровища, кладом в конце концов завладел герой Зигфрид. Нибилунг, король страны Нибилунгов, его сыновья Шильбунг и Нибилунг, их дружинники. После злодейского убийства Зигфреда обладательными сокровищ стали бургундские короли Гибихунги, братья Гуннар и Хёгни, названные Нибилунгами после перехода клада в их руки. Таким образом, слово Нибилунг связано с владельцами золотого клада, проклятого карликом Андвари, известного по другим мифологическим источникам как Альбрих. Интересно, что в германских и скандинавских традициях сокровища Нибилунгов являются материальным воплощением власти, могущества, счастья и удачи их обладателя. Этот проклятый клад включает и магическое золотое кольцо, которое было способно не только умножать богатство, но также тесло гибель его обладателя. Оно побывало у Хредмара, Фафнира, Ригна и, наконец, у Сигурда. Всем им обладание кольцом стоило жизни. Погибли и братья Нибилунги Гуннар и Хёгни, убившие Сигурда во время охоты на дикого вепри. Его вдова Кремхильда заманила их к себе и приказала казнить. Гуннара бросили в ров с кишащими там гадами и затем отрубили голову, а у еще живого Хёгни было вырезано сердце. Нибилунги достойно встретили смерть и так и не выдали тайну спрятанного имени золотого клада, приносящего всем несчастье и гибель. Песнь о Нибилунгах наиболее древний памятник немецкого героического эпоса. По содержанию он распадается на две части. Первые 10 песен описывают героические подвиги Сигфрида, его любовь к Бонгильде, женению Сигфрида на Кремхильде, сестре короля Гюнтера, Гуннера, святовство Гюнтера, где его и тельницы Бонгильде и злодейское убийство Сигфрида. Следующие 10 песен повествуют о месте Кремхильда за гибель своего мужа, мучительной смерти Гюнтера, Гуннера, Хагена, Хёгни и упадка Бургундского царства. Историческую основу песни о Нибилунгах составляют события эпохи великого переселения народа. Захват гуннами под предводительством мотива Европы в V веке до н.э. Однако быт, этикет, сословные отношения, описанные в ней, представляют Германию XII века эпохи феодализма. Песнь о Нибилунгах по всей вероятности была написана между 1200 и 1210 годами в Австрии, придворным поэтом, находившимся под влиянием христианства. Она выбрала в себя несколько циклов более древних эпических сказаний, а впоследствии стала предметом многочисленных переработок, источником поэтических тем и мотивов. Своеобразная по ритмическому рисунку и очень динамичная строфа этой поэмы была воспринята многими средневековыми поэтами и получила название Нибилунговой строфы. К ней обращались и поэты Германии XIX века. Ну вот так вкратце из скандинавских саг о Нибилунгах. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok